Челябинск скорбит. В общероссийский день траура у памятника Орленку выстроились огромные очереди. Почтить память жертв теракта в Подмосковье пришли сотни южноуральцев. Горожане весь день несли цветы, свечи и игрушки. За пару часов у подножия монумента вырос огромный мемориал. Многие пришли выразить свою скорбь целыми семьями. Купили цветы, у нас даже хозяева цветочного магазина нам дали еще два цветка, чтобы мы за них положили. То есть люди все, конечно, в шоке. Это каждого касается. Это могли быть кто угодно. Очень жаль. Дети, люди, женщины. Главное, так бессмысленно все-таки случилось. Страшно. Не могу дома сидеть. Надо сходить. Почтить память. Столько погибло неповинных людей. Это даже не знаю. Это нереально как-то. Очень страшное событие. И мы должны быть вместе. Все рядом. Поддержать всех, кто пострадал. И, соответственно, быть внимательными, чтобы такое больше не происходило. Еще один мемориал организовали у Вечного огня. Траурные шествия прошли во многих муниципалитетах Челябинской области. В регионе отменили все развлекательные мероприятия. А над административными зданиями приспустили флаги. К акции скорби присоединились также казаки и представители общественных организаций. Мы не ожидали, что такое большое количество людей сегодня придет. Это говорит о том, что наше общество едино. Мы в таких случаях, когда приходит беда, всегда приходим к сплочению. Наверное, сегодня нет ни одного равнодушного человека в мире, который бы не был шокирован этой трагедией. По последним данным, количество пострадавших в трагедии в Крокус-Сити-Холле выросло до 182. Погибшими числятся 137 человек, из них трое детей. В списке жертв один южноуралец. В результате теракта погиб 51-летний житель Садки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!